Третий миф, так называемый, касается о якобы вредности таких специализированных занятий, о вредности изометрических упражнений, якобы из-за вот таких напрягов, из-за натуживаний, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, на опорно-двигательную систему и так далее и тому подобное. Во-первых, я бы хотел коснуться термина очень часто применяемого, вернее не термина, а слова натуживания. Она наводит вот это слово на меня только одни ассоциации. Натуживаться можно, извините меня, на горшке при запоре. Нет такого слова натуживания, оно не может быть применимо в такого рода тренингах. Можно сказать, создание волны напряжения. Концентрация на аккумулировании напряжения, но не натуживании. Конечно, если при выполнении упражнения натуживаться, как вот я понимаю, то есть при этом задерживая дыхание, и при этом, чтобы глаза выходили, вылезали из орбит и прочее, 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 конечно, при таком режиме тренировки, мы себе заработаем не только нарушение сердечной деятельности, не только заработаем гипертонию той или иной степени, но заработаем еще и, опять-таки, извините, геморрой и прочее, прочее, прочее. То есть вот это слово, которое часто фигурирует, натуживание, что рекомендуется избежать натуживания, его не надо избегать. Просто это выполняется совсем ином режиме, совершенно в ином качестве. Поэтому отпадает вот эта мифическая опасность занятий данным видом тренинга. Поэтому вот миф якобы об такой глобальной опасности, о вредности занятий изометрическими упражнениями, это абсолютно вымышленное, где-то искусственно, где-то неосознанно. Многие вот этот миф поддерживали и создавали со своих, если можно так сказать, шкурных интересов, абсолютно сознательно и специально. А некоторые поддерживали этот миф абсолютно неосознанно, не владея механизмами из-за своей или неграмотности, или прочего, прочего, прочего. Вот поэтому и возникло вот такое мнение. О якобы вредности таких упражнений и выполнении именно в таком режиме. Вот что касаемо еще и вот этого мифа. Ну вот в целом можно отметить вот такие моменты. Теперь что касается нашей практики. мы будем заниматься комплексами упражнений для развития общей физической подготовки. То есть для развития атлетических своих возможностей общего плана и для развития специальных своих силовых возможностей для применения в прикладном направлении единоборств, в первую очередь. То есть как для повышения ударной мощи в раз, как для повышения мощи удара, как для повышения мощи для применения бросков, захватов, подсечек и так далее. То есть будут два направления. Общего физического развития и более специализированного. Хотя, как таковых, различий вот в данном виде тренинга и в данном направлении, в частности укрепления сухожилий, нет такого понятия. Я уже отмечал в водной части, что вот мышцы, вот как культуризм, можно развивать изолированно. То есть мы можем бицепс, трицепс, там, трапецию и прочее, прочее, там, бедро, голень, развивать изолированно. Мышцы позволяют, у них разные группы. Они локально расположены. Сухожилия так не получается. Они или развиваются, или не развиваются. Мы не можем развить сухожилия в голени, допустим, ахиллово сухожилия, отдельно от остальных звеньев сухожилия. Так не бывает. Мы развиваем всю сухожильную систему. Поэтому вот оно и позволяет развить такую глобальную мощь. Потому что мы охватываем все тело. Все тело, от пят до макушки, если можно так сказать. Второй момент тоже касаемо сухожилия. Раньше считалось, что максимальная сила, потенциальная, развивается только вот в той фазе, статической зафиксированной, которую мы принимаем. Вот, допустим, мы хотим развить сухожильную систему в целом, как я уже говорил, и укрепить, допустим, мышцы бицепса. Вот мы приняли вот такую точку, вот под таким углом. Напряглись и выполняем упражнения. И считалось, что именно сила потенциальная, при уже динамическом варианте выполнения упражнений, будет максимально разбита вот в этой точке. Ученые, проведя многочисленные исследования, пришли к выводу, что это неправильно. Опять-таки, исходя из фундаментального понятия, что сухожильная система развивается вся целиком, соответственно, если мы будем только вот развивать бицепс, вот только вот применяя упражнение вот в этой точке, фиксируясь и создавая телесную силовую волну вот в этой области, в этой точке, то у нас только вот в этой фазе будет максимальная возможность приложить силу. Уже при динамическом упражнении. Абсолютно нет. Мы можем развивать, мы можем фиксироваться в любой точке и добиться максимального прироста силы при выполнении упражнений по всей фазе, по всей длине. Ну, так условно, примитивно говоря. Вот такой и этот момент. И последний момент. Почему так важно развитие сухожильной системы именно для бойцов, именно для адептов единоборств. Неважно каких. Неважно каких. Первое. Первое. Опять-таки упрощенно я вот классифицирую. Первое. Безусловно. Это создание фундамента для общей телесной мощи, силовой мощи. И второй момент. Очень важный. Особенно для спортсменов, спортсменов, традиционных спортсменов, где, в тех видах спорта, где имеются весовые категории. Развивая сухожилия, мы не развиваем объем мышц. Тем самым, мы не увеличиваем свой вес. Во�rary. Продолжение следует...